Добрый вечер, уважаемые телезрители. Это программа ТОП КАДР. С вами Мингрид Невенчина. Мы находимся в Рискарлтинге. Сегодня состоялась грандиозная презентация книги Султана Абишевича Назарбаева «Созидатель». Мне большую честь брать интервью у посла Казахстана Мурата Мухамбека Казиевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня прошла презентация. Очень много почетных мит и гостей было на ней. И Вагит Олег Перов, и Владимир Уга, и Ника Сафронов. Расскажите, откуда такая громкая, так скажем, сегодня грандиозная была презентация. Кто подготовил ее? Ну, во-первых, это книга о Нуршултане Абишевича. Она так и называется «Созидатель. Нуршултан Назарбаев. Взгляд из России». Особенность этой книги и почему она вызвала интерес у разных людей и представителей разных социальных групп, скажем, от политиков до ученых и деятелей культуры, потому что эта книга не только семи российских блестящих журналистов, но это и книга, которая сочетает в себе взгляды нескольких десятков российских политиков, начиная от первых лиц государства, выдающихся деятелей культуры, Михалкова, Гергиева, Спивакова, Церетели, целого ряда крупных общественных деятелей России. Поэтому это не только книга семи выдающих журналистов, но это и взгляды примерно 50-60 видных представителей российской элиты художественной, культурной, государственной, научной. Поэтому, наверное, такое разнообразие и такое представительство на самой презентации. Спасибо большое, Мухаммед Казевич. Скажите, пожалуйста, какое ключевое качество у Настана Абишевича как у политика и как у человека? Сегодня было сказано, и я полностью солидарен со многими авторами, которые отмечали ключевую особенность Настана Абишевича Назарваева как политика. Это его стратегическое мышление, умение мыслить большими масштабами, видеть далеко за горизонт, прогностическая способность, все то, что мы называем стратегическим политическим мышлением. Но и, кроме того, из человеческих качеств его отметил бы его умение и способность на протяжении многих лет. Те люди, которых он знал 20, 30, даже 40 лет назад, как можно было судить и на сегодняшней презентации по жизни вообще, он всегда хранит благодарную память и всегда умеет вычислить в людях самое лучшее и самое главное.